Итак, Господь после беседования с ними вознёсся на небо и воссел объяснить Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Вот это считается многократно в течение года. Как понимать Священное Писание? Можно кончать учебные заведения, училища, семинария, академии. Всё это нужно. Но для спасения это не играет никакой роли. Потому что Дух Святой написано «Сам научит» и не будет иметь нужды, чтобы кто кого учил. В дальнейшем, со столетиями, учение будет развиваться, учение о Троице. Это очень важно. В этом заключается православие, слава Отцу и Сыну Святому Духу. И ныне и пресне, во веки вековыми. Православие всё в этом. А всё остальное, иконы, мощи, это уже в 9-10 веке начнут только мучиться этим. Вот главное что. Но и о Троице ни слова Христос не сказал. Спрашивается, а как тогда они спасались? Ведь речь перейдёт о блаженном Агусине, который ввёл Слово Троице. А это 4-й век. Христос расстаётся с учениками. Я говорю, что при расставании мы стараемся сказать самое важное, последний наказ. Запомни, смотри. Особенно в деревне живущие, они давят наказ о скотине, о птицах. Смотри за ними, будет непогода, смотри. Я задержусь, может, на один день. Речь идёт о днях. Христос говорил о веках. Спаситель возвесел во тысячелетиях вперёд. Давайте всё-таки мысленно вообразим, что это к нам всё-таки. Не к одним а косталам. И это были образы для нас, достигших последних веков. Прямое указание на то, что конкретно ко мне. Мы не знаем, как выглядели эти ученики. Высокий у ростов, толстые они были, тонкие. Ничего мы не знаем. Мы знаем только то, что они эти слова не опровергали никогда в своей жизни. Иисус после беседования с ними. Когда в последний раз пастор беседовал с паспой своей? В любом храме спросите. Люди даже не понимают, я о чём спрашиваю их. Но я говорю, когда священник был у вас на дому? Они этого не знают. Но вы приглашали его. Это же батюшка. То есть вот такая недосягаемая аппаратхиерея говорит об этой высоте не надо. Не то, чтобы патриарх пришёл. Надо. Апостол Павел к обыкновенной торговце. В Кескёрши пришёл. Лидия торговавшим победителем. И она их победила, если вы сочли меня пригодной для царства небесное. Значит, я уже член того же самого царства, где и вы будете. Смотрите, обстановка была другая. Говорят, надо толковать. Конечно, нам трудно обойтись беззамного, звуководства, блаженных и телактов. Но есть вещи, которые толковать не приходится с напряжением в воле разума. Просто надо их принимать. И написано, после собеседования. Значит, Христос после воскресения продолжал вести тот же образ жизни, как и на воскресенье. Он непрерывно с учениками уходил в единённом месте учил. И потом учил. Где же он подражает Христу? Но если что-то важное есть, то к этому важному, наверное, надо прислониться. Когда идёшь в храм Божий, написано, не приходись пустыми руками. Вот ящик доброхватно дающего любит Бог. 2 Коринфян 9.7. Когда последний раз вложил ты в эту шкатулку? Но Слово Божие говорит, когда идёшь в храм Божий, сердце приготовь не к жертве, а мы скажем в скопках только, но к слышанию Слов Господних. А если его там нет Слова Божьего? Ты чего слушаешь? Ты ничего не слушаешь? А жертвы есть. Жертвы придумали через торговлю. Я тебе крестик, смешку, ты заплати мне. Там две тысячи процентов нагар у них будет. Христос расстается с учениками. Хотел бы ты быть среди этих учеников? Я тебе даю эту возможность. Сейчас мысленно сотвори молитву, и ты перенесёшься туда. Слушай, что он тебе сегодня скажет. После собеседования. Он вознёсся на небо, воссел от Десну и Престола. Бога. Нам нельзя это проверить. Мы признаём Отец и Сын и Дух Святой. Три лица Святой Троицы не разделим. Вот это заключается в этом. Это надо было разработать. А далее конкретно каждому из нас. И они пошли проповедовать не о том, что он от Десну и Бога, о чём будут ереси, арины, истории. В этом направлении все пошли. Проверять то, что невидимо. Ушли на это столетие. И это разделение с армянской церкви и сирской закрепилось на тысячелетия. Чего Бог не заповедовал даже рассуждать об этом. Тут толковать вообще ничего не было. Ученики пошли проповедовать, что Иисус воссел от Десну. Отца нет этого. А написано, пошли и проповедовали везде. А как они проповедовали? Для Твоей стиха Деяния Апостола. К вам послал Господь Христа. И вы руками беззаконников распяли Его. Что? Треснули сердца. И люди его запилили. Что нам делать, боже, братья? Покайтесь. Бог силен, прости. И, запятай, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получи даже Святого Духа. Ты получил отрещение? Молись о Дании Духе Святом. Ты можешь вся быть измазанным миром и не получить. Все зависит от сердца преданного Иисусу. И они пошли, и Господь содействовал подкреплению Слова последующими знамениями. Значит, Господь сам подкрепляет это Слово. Мы знаем, говорим, важное, а даже важнее всего слышание Слов Господних. Бывает, и тебе нечего принести. Истратился. Ничего не положишь. Бог не взыщет. Вдовар две лепты положил. Это на кирпич хлеба всего только. Слово Божие нас сегодня убеждает. Мысленно перенести из туда и услышать Слово Божие. Услышали? Не молчите. Идите, и Господь подкрепит ваши слова. Если любите меня, соблюдете Слово Мое. Любовь на первом месте и доказательство в Слове Ему. Я все время задаю один только вопрос. И проповедую об одном. Как Боже было это не увидеть? Тысячелетия. Ведь сколько всего придумано, академии не хватит. Всю жизнь учатся, через какое ключе свечки подавать. Главное, Евангелие несите людям, свидетельствуйте. Мы знаем, что есть Дух Животворящий. И об этом поем. Где же этот Дух в России, если страна стала трупом? Я так много читал в церковной литературе и везде. Говорят, как было хорошо при царе Батюшке. И как так вдруг весь народ оказался на стороне большевиков? Как? Да спрашивать не надо. Морода никогда не было со Христом, как должно. Если слова-то не было. Любите меня. Любили, может быть, некоторые службы, приходили.